Трудные места Библии Совершенно противоположные точки зрения, причем и та, и другая опираются на Евангелие. Одни говорят, да, конечно, нас всех ждет суд, и об этом ясно говорит Евангелие. Матфей 11, 22, 24 рассуждает, что язычникам будет отраднее, чем тем, кто отверг Иисуса в Израиле. Матфей 12, 36, 37. За все свои слова люди дадут ответ на суде. Вот кошмар-то, я столько в жизни говорил. И осужденных ждет гиена огненная. Матфей 23, 33. И предупреждение у того же Матфея в самом начале. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не верли бы тебя в темницу. Суд будет. А с другой стороны, я периодически слышу другие цитаты. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него, верующие в него не судятся, а неверующие уже осуждены». Это пишет Иоанн, 3 глава, 17 стих и дальше. А получается, что верующий на суд не предстает? Ну, тогда какой же это суд, если его вот только одной категории людей назначили? Это, знаете, такое двойные стандарты это называется. Это вот избирательное правосудие, когда в нашем обществе, допустим, одних людей очень строго судят за малейшие нарушения, а другие вообще что хотят, то и творят. Нам это сильно не нравится. И мы правы в том, что нам это не нравится. Смотрите, но вообще вот если мы обратим внимание на высказывания Христа, то мы увидим, что он принимает сложившиеся социальные институты. Он прокаженным, которых очистил, говорит, чтобы они пошли в храм и показались, и принесли определенные жертвы. Лука, 17 глава, 11 стих и дальше. Он призывает подданных отдавать кесарю подать. Матфея, 22, 15 стих и дальше. Ясно, что он проповедует не о том, что надо совершать ритуал очищения в храме или надо платить налоги. Возможно, налоговая инспекция со мной поспорится, скажет, что в Евангелии главное именно это. Но мне кажется, все-таки не это. Он говорит, что да, эти правила есть, соблюдайте их, но благая весть не об этом. Не в этих правилах суть. Смотрите, о суде вообще-то очень многие знают, и не только верующие в единого Бога. Религия Древнего Египта, она очень подробно учит о суде. И, кстати, мне кажется, что в христианскую традицию некоторые древнеегипетские представления проникли. Вот эти описания чистилища или мэтроства, они довольно сильно напоминают представление древних египтян, о душе, которая предстает перед некоторыми высшими силами в загробном мире. Дальше там ее сердце взвешивается на особых весах и так далее и тому подобное. А в Ветхом Завете как-то ничего о суде посмертном нет. Очень много говорится о Боге, о наказании и награде, но не указано, что после смерти вот Авраам или, наоборот, какой-нибудь нечестивый человек попадают на суд и там разбирают их поступки. В Новом Завете об этом есть. И причем о судах очень часто земных. Например, Иисус говорит фарисеям, что они оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Иван Гриат Матфея 23.23. Причем, смотрите, суд в данном случае не угроза, а надежда. То есть, куда пойдет простой человек, когда его обижают? В суд, если этот суд работает в этой стране, да? И тогда восстановят его право. И притча замечательная есть о бедной вдове в начале 18 главы от Луки, которая пристает к суде, пока он, наконец, не удовлетворит ее жалобу, не восстановит справедливость по отношению к ней. Мы, наверное, не хотим попадать на суд, и обычно люди его избегают. А тут вдова прямо напрашивается. Суди меня, суди меня. Потому что кто же иначе мне тогда вернет то, что мне принадлежит? При этом Христос отказывается судить братьев. Приходят два брата и спорят о наследстве. Он говорит, кто поставил меня судить или делить вас? Но если уж Христос не будет судить, то кто будет судить этих братьев? И его слова «не судите и несудимы будете» – знаменитые слова, в частности, Лука 6.37. Получается, так что получается, надо судить или не надо судить? Ну, допустим, человеку не надо, надо прощать, нужно договариваться. А Богу, получается, надо? Вы знаете, мне кажется, ключевой момент в этом, в Евангелии от Матфея, 25 глава, стих 31 и дальше. Люди предстают перед сыном человеческим, пришедшим во славе. Он делит их на две части. Кого-то на вечную муку, кого-то в вечную жизнь. И мы думаем, а как это будет? Наверное, вся жизнь будет рассмотрена подробно, где смягчающие обстоятельства, где, наоборот, эти кчающие обвинять будут, как во всех тех картинках мытроста. Там, с одной стороны, обвиняют демоны, с другой стороны, оправдывают ангелы, вот они спорят друг с другом. А Иисус говорит очень просто. Вот как ты с ближним обошелся? Накормил голодного, одел раздетого, посетил заключенного. Это ты меня накормил, посетил, одел. Я тебя признаю. Но это же не совсем суд. Это встреча. Но это встреча и оказывается судом. То есть, вот Иоанн говорит, верующий не судится, а неверующий уже осужден. В каком смысле? Не в том смысле, что после смерти один из них предъявит какую-то особую бумагу на суде, неважно там, как это будет выглядеть, и ему амнистия выйдет, да? А в том смысле, что его жизнь уже здесь и сейчас либо раскрывает эти христианские добродетели, либо, наоборот, отталкивает их от себя. И, по сути дела, вот суд совершается здесь, а во втором пришествии его результат будет раскрыт. Конечно, в последующей христианской традиции очень много будет всяческих изображений последнего суда и такие живописные очень картины наказания грешников. Но, по сути дела, мне кажется, что суд, о котором говорят Евангелия, они, этот суд, при всей его серьезности, он довольно сильно отличается от суда древних египтян, просто потому что это суд, который совершается здесь и сейчас и раскрывается в вечности гораздо в большей степени, чем некий суд, который будет однажды назначен и к которому можно подготовиться с помощью определенных обрядов и ритуалов, как это делали египтяне. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...